События дня в настоящем времени в студии в Вашингтоне с вами Игорь Тихоненко и смотрите в ближайшие полчаса. Фанамское досье. Реакция на миллиарды, спрятанные сильными мира сего в офшорах. Прекращение огня в Нагорном Карабахе. Армения и Азербайджан достигли соглашения на четвертые сутки вооруженных столкновений. И в Восточной Украине из-за конфликта не доедает полтора миллиона человек. Об этом говорят представители всемирной продовольственной программы ООН. Но начинаем мы, как обычно, с новостей из Праги. Тимур, пожалуйста. Спасибо, Игорь. Я Тимур Олевский. Сразу к новостям. Российский президент Владимир Путин объявил о создании национальной гвардии. Она будет сформирована на основе внутренних войск, сообщает издание «Медуза». Национальная гвардия, по словам Путина, займется борьбой с терроризмом, оргпреступностью и возьмет на себя функции ОМОНа и СОБРа. О создании нацгвардии в России говорили довольно давно. Эксперты прочат на место руководителя этого подразделения, бывшего охранника Владимира Путина, Виктора Золотова, который сейчас командует как раз внутренними войсками МВД России. Ну а весь мир продолжает обсуждать скандальную публикацию панамского досье. Это документы об офшорных компаниях, власть имущих из десятков стран. Тысячи людей вышли на главную площадь Рикявика с требованием отставки премьер-министра. Самым массовым и громким протестом отреагировало на публикацию панамских документов именно Исландия. Согласно опубликованным прессой документам, исландский премьер владел незадекларированным офшором с долями в исландских банках. Когда в интервью у него об этом попытались спросить, вот как вы сейчас видите, журналисты, он просто вышел из комнаты. Однако исландцы в ответ вышли на площадь. А сегодня премьер Исландии обратился к президенту с просьбой досрочно распустить парламент и отправить в отставку правительство. Он объяснил свою просьбу тем, что коалиция не поддерживает его после публикации панамского архива, но при этом подчеркнул, что не видит в своих действиях нарушения закона. Президент Исландии отказал премьер-министру в его просьбе и заявил, что сначала хочет проконсультироваться с лидерами исландских партий. В отличие от Исландии, россияне и украинцы не стали протестовать. А между тем, по данным Международного консорциума журналистов-расследователей, президент Украины создал офшорную компанию, но впрочем, чтобы перевести свою кондитерскую компанию «Рошен» в юрисдикцию британских Фирогинских островов. Это случилось в августе 2014 года. Информацию об офшорных активах Порошенко проверит Государственная фискальная служба Украины. Его финансовые консультанты утверждают, что офшор был выбран для того, чтобы сделать корпорацию более привлекательной для потенциальных покупателей «Рошен» из-за рубежа. Это не что-то, чего МВФ не знал. Они что, не знали, что Порошенко был бизнесменом? Не знали, что у него были офшорные счета? Если скажут, что не знали, я не поверю. Как правило, такое знают. Об этом знали и в Вашингтоне, и в Брюсселе. И не только о Порошенко, практически обо всем украинском бизнесе. К сожалению, такая сейчас практика. Так что это может осложнить процесс. Но более серьезная проблема сейчас – это отсутствие правительства. Что говорят о Панаме-гейте на улицах Киева? Давайте узнаем прямо сейчас. Он должен сказать, я через неделю пишу заявление или снимайте меня. Все, достаточно этого. Потому что народ не вынесет больше этого. Он должен сознаться, есть ли у него такие компании, и должен открыть всю информацию. Это будет шаг к европейскому обществу. Как бы много ни говорили, надо начинать с себя. Пойти в отставку. Я не совсем согласна. Ну, объяснить, дать людям объяснение. Мы же не знаем, достоверно, так ли это. Наверное, как обычно, это все замнется и никаких последствий не будет. Я думаю, правильная боевая реакция была, как делает Европе после таких скандалов, уйти в отставку. И предоставить свое место более компетентному человеку. По крайней мере, сказал бы, да, вот, если есть неоспоримые факты, я скажу, что я какое-то к этому отношение имею. Он прекрасно знает, что надо делать. Президент в этих делах разбирается. В Кремле документы компании Масак Фансека назвали, цитата, сворованными, а из публикации ничего нового не узнали. Это заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Журналист «Новой газеты» Роман Анин занимался российской частью расследования «Панама-Гейт» и прокомментировал информацию о найденных в документах фирмах близкого друга Путина, виланчелиста Сергея Ралдугина. — Оборот по этим компаниям составляет миллиарды долларов. И самое важное здесь, что, безусловно, Ралдугин — это музыкант. И мы понимаем, что он не мог себе позволить заниматься этим бизнесом как самостоятельное лицо. То есть наше предположение, которое подкреплено многими документами, говорит о том, что он это держал для кого-то. И мы предполагаем, что он держал это для первого лица. Соответственно, мы видим, как его компания финансируется, мы видим это нарушение закона. Да, перечисляются деньги от торговли акциями российских госкомпаний. И эти от торговли на самом деле никогда не происходили, потому что сделки закрывались задним числом. Мы видим, что он секретно владел активами в стратегических отраслях России. Из документов Панамского архива, к примеру, стало известно, что друг сына бывшего главы РЖД Владимира Якунина является крупнейшим подрядчиком госмонополии. Ну а глава Сбербанка Герман Греф сегодня призвал, как он сказал, не печь горячих пирожков на публикациях журналистов-расследователей. Но наш корреспондент Вадим Кондаков спросил у москвичей, что им известно об этом громком скандале. Вы не слышали сегодня результаты расследования международного по поводу офшоров, в которых друзья Путина фигурируют, а возможно и сам Путина? Нет, ничего пока сегодня не слышал. Не слышал. Нет, Влада Ильин. Нет, не слышал. Нет? Нет. Вы слышали что-нибудь об офшорах, в которых наши руководители не знают? Не слышали? Нет. Нет? Нет, извините, не слышала. Вы не слышали сегодня про расследования, связанные с офшорами, в которых российское руководство может замешивать? Нет. Нет, не слышали? Нет. Не слышали? Нет. Вас не интересует эта тема? Нет. 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 Слышала. Слышали? Вы первый человек, поверьте, который сегодня сказал, что слышали. И что вы думаете по этому поводу? Я думаю, что они действительно замешаны. Да? Конечно. Может быть, замешаны в том, чтобы вводить свои деньги в офшорах? Конечно. Сто процентов. Вы уверены в этом? Я уверен. А вы верите, что наше руководство может выводить миллиарды долларов из страны? Руководство какого уровня? Руководство уровня Путина. Нет, конечно, не верю. Почему? Не знаю, не верю. Зачем президенту это? Молодой человек, у меня нет желания с вами разговаривать на эту тему. В странах Скандинавии. В странах Скандинавии, кстати, утечка панамских архивов больше всего затронула банк Нордеа, который упоминается более чем в 10 тысячах документов. Руководитель по связи с Нордеа, руководитель по связям с общественностью Нордеа в Латвии Сигни Ланерте, однако, подчеркнула, что банк соблюдает все законы, связанные с отмыванием денег и уклонением от уплаты налогов. На расследование Центра по борьбе с коррупцией мировая пресса отозвалась по-разному. Вот новую карикатуру на свою обложку поместила сегодня и скандальная французская газета «Шарли Эбдо». Вы прямо сейчас увидите ее. Панамские юристы, как следует из документов, обслуживали власть имущих по всему миру. Часть документов касается офшорных компаний, принадлежащих семье президента Азербайджана, Ильхама Алиева, который сегодня комментирует не вот этот скандал, а конфликт на Горном Карабахе. Панамские документы подтвердили расследование 2012 года журналистке «Радио Свобода» Хадиджи Исмаиловой о владении дочерями президента Алиева через офшоры золото добывающими компаниями Азербайджана. В прошлом году Азербайджанский суд приговорил Хадиджу к 7,5 годам заключения. Правозащитники признают приговор политически мотивированной, а саму журналистку политической заключенной. Также, согласно панамским данным, дочери Алиева принадлежат две офшорные компании, одной из которых принадлежит собственность Великобритании стоимостью в миллион фунтов. Специализация этих компаний, впрочем, неизвестна. В панамских архивах есть и представители Армении. Речь идет о главном судебном исполнителе Армении, генерал-майоре юстиции Мигране Погосяне и его родственниках. Согласно документам, 40-летний Погосян является владельцем трех офшорных компаний. Через них он владеет многими компаниями в стране, в Армении, и часто получает миллионные госзаказы, особенно от службы принудительного исполнения судебных актов, которые Погосян собственно и руководит с 2008 года. И снова эфир из Вашингтона. Публикацию панамских документов продолжают обсуждать и в западном полушарии. Так, президент Панамы Хуан Карлос Варрелла заявил, что власти страны готовы принимать участие в любом расследовании, связанном с утечками. А пресс-секретарь Белого дома Джош Эрнест подчеркнул, что США решительно выступают за повышение прозрачности международной финансовой системы. США – один из главных сторонников большей прозрачности финансовых потоков. Это позволит нам искоренить коррупцию и бороться с попытками обойти американские санкции, введенные в отношение ряда государств. В Министерстве финансов и Министерстве юстиции США над этими вопросами продолжают работу большие группы профессионалов в области национальной безопасности. Уилл Фитцгиббен, репортер Международного консорциума журналистских расследований, обнародовавшего панамские файлы, уверен, что Соединенные Штаты могут играть важную роль в урегулировании офшорных транзакций. Америка должна играть более активную роль. И вовсе не потому, что это некий мировой жандарм. Как мы видим из панамских файлов, транзакции в офшорах осуществлялись в американских долларах и порой затрагивали интересы банков и финансовых организаций, находящихся в США. Наши эксперты уверены, что у США есть возможность влиять на ситуацию там, где незаконная деятельность осуществляется с использованием американской валюты. Старший научный сотрудник Атлантического совета Андерс Ослунд считает, что в ближайшее время следует ожидать усиления антикоррупционных мер со стороны Вашингтона на международной арене. В то же время он отвергает утверждение о том, что утечка информации по офшорам была организована исключительно с целью нанести урон имиджу России. Если целью была только Россия, для чего тогда нужно было публиковать материалы еще по 72 странам? Думаю, последствия этих разоблачений могут быть куда серьезнее именно для демократических государств, где публичные политики находятся под пристальным вниманием общественности. Профессор международных отношений Университета Джорджа Вашингтона Роберт Ортонг считает, что россияне прекрасно знают о том, что их руководство коррумпировано. Однако это вряд ли станет темой для активного обсуждения. Вся эта информация доступна в интернете. Но проблема в том, что этот вопрос невозможно обсуждать в центральных средствах массовой информации. Из-за отсутствия открытого национального диалога о коррупции Россия не может выработать какие-либо решения. Эксперты считают, что тоталитарные режимы менее уязвимы для таких утечек, ибо практически не подконтрольны в своих странах. Тем не менее, людям необходимо знать, каково истинное лицо их лидеров. В нашем регионе все слишком привыкли к запугиванию к разговорам о том, что против нас строят козни некие иностранные враги, что не стоит верить в их выдумки. Но гляньте на Украину. Там тоже поднимают вопрос об отставке президента в связи с обнародованной информацией. Так что все дело в людях, которые не боятся показать властям, что они имеют власть над чиновниками и всегда могут призвать их к ответу. Президент Украины Петр Порошенко не отрицает существование принадлежащих ему офшорных счетов, но заявляет, что они никак не нарушают законов Украины или международного законодательства. По мнению Константина Ликорчука, бывшего партнера юридической компании «Авелум», которая занималась оформлением бизнеса Порошенко, дело вряд ли дойдет до импичмента президенту. В юридической плоскости никаких проблем нет. Проблемы в политической плоскости никаких проблем нет. Проблемы в политической плоскости в том, как это будет воспринято на международной арене, перед референдумом в Нидерландах относительно Ассоциации Украины в ЕС. В конце концов разберутся, что это всего лишь пиар-акция. И потом окажется, что... Возможность открыто обсуждать действия высших должностных лиц резко отличает российскую ситуацию от украинской, уверены эксперты. Публикация документов, показывающих коррумпированность лидеров страны, спровоцировала давление на президента и правительство Украины в результате дискуссий в СМИ. В то время как в России эта тема практически игнорируется. На линии соприкосновения в зоне армяно-азербайджанского конфликта, где со 2 апреля продолжаются интенсивные боевые действия, объявлено перемирие. В Минобороны Азербайджана утверждают, что оно началось во вторник в 11 утра. А МИД Армении распространил сообщение, что договоренности о перемирии достигнуты при содействии России. Президент Азербайджана Эльхам Алиев заявил о готовности возобновить переговоры. По данным Организации Объединенных Наций, жертвами конфликта с субботы стали уже 33 человека, хотя противоборствующие стороны утверждают, что погибших значительно больше. Наш коллега Рамин Деков вчера попытался попасть в азербайджанские села на линии противоборствующих сторон и сам увидел реакцию жителей на происходящее. Сначала мы были в Агдаме, оттуда поехали в Физули и снова вернулись в Агдам. Мы слышали звуки выстрелов, мы объездили большую часть сел в Агдаме и в Физули. Жители говорили, что слышны звуки выстрелов. В социальных сетях распространяется информация о том, что жители покидают села, но мы не видели пустых сел. Люди остаются в своих домах. Некоторые высылают маленьких детей вглубь страны, но взрослые остаются. Мой коллега Родион Чепель, журналист «Дождя», сегодня находится в азербайджанском городе Джибраил, который находится под контролем армянских вооруженных сил и следит за установлением перемирия. Мы приближаемся к поселку Джибраил. Это бывшее азербайджанское село, которое сейчас находится внутри линии соприкосновения на территории Нагорного Карабаха. Телекрестных сел говорят, что слышали особенно интенсивно сегодня ночью. То есть они не прекращаются, я сказал. Сейчас мы по дороге не слышали никаких разрывов, снарядов. Так что пока данных о том, что были какие-то обстрелы, начиная с сегодняшней ночи, пока этих данных нет. И в продолжение темы. Ситуацию в Нагорном Карабахе в понедельник в телефонном разговоре обсудили госсекретарь США Джон Керри и министр иностранных дел России Сергей Лавров. Как заявили в Госдепартаменте, главной темой беседы стало стремление сторон положить конец насилию и побудить Армению и Азербайджан продолжить переговорный процесс под эгидой ОБСЕ. Причины очередной военной конфронтации в Нагорном Карабахе активно обсуждаются и в экспертном сообществе. Одни считают ее абсолютно спорадической, другие склонны видеть в ней руку более крупных держав. Своим мнением по этому поводу с нами поделился старший научный сотрудник Американского совета по внешней политике Стивен Бланк. Турции этот конфликт совершенно не выгоден и, вероятно, Анкара не имеет никакого отношения к этой вспышке насилия. Единственная сторона, которой выгодно продолжение этого конфликта, на самом деле, его замороженной форме или горячей – Россия. В Москве выгодно, чтобы этот конфликт не был разрешен. В таком случае она может манипулировать и Азербайджаном, и Арменией, может размещать базы на армянской территории, укреплять их, как мы наблюдаем, продавать оружие обеим сторонам, делая хорошие деньги, и одновременно удерживая обе стороны в зависимом положении. Минский процесс абсолютно бесполезен, потому что один из ключевых игроков – Россия – не заинтересован в разрешении конфликта. И даже если Россия будет прилагать усилия к разрешению конфликта в Нагорном Карабахе, то сделает это таким образом, при котором суверенитет Армении и Азербайджана и территориальная целостность будут подорваны. Я уже неоднократно отмечал, что единственный выход из сложившейся ситуации – это сценарий, при котором президент США, будь то Барак Обама или следующий лидер, начнет реализовывать дипломатическую инициативу, подобную Кэмп-Дэвидским соглашениям между Египтом и Израилем 40 лет назад, в рамках которой президентов Алиева и Сарксяна или их переговорщиков пригласят в США и будут вести переговоры до тех пор, пока они не предложат решение. Никто не выиграет, если начнется война, кроме России. Ни Азербайджан, ни Армения. О других темах дня нам расскажут коллеги в Праге. Тимур, пожалуйста, эфир ваш. Несчастливый инвестор в селе Счастливая. Под Киевом разгорелась настоящая война между иностранным инвестором и местной властью. Вместо того, чтобы работать, платить налоги и развивать свое предприятие, бизнесмен то и дело делает, что проводит экскурсии контролирующим органам, ходит по судам и отбивается от каких-то неизвестных. Чем не угодили иностранные инвестиции украинским чиновникам под Киевом, выяснял Ульяна Кондрашова. Мы находимся, по моим сведениям, на самом крупном мусоросортировочном предприятии в Украине. Мы сегодня сортируем 200 тонн в среднем ежедневно. Несколько лет назад предприниматель-американец Никита Громыко переехал из Соединенных Штатов в Украину. Под Киевом на бывшей свалке решил построить мусоросортировочный завод. Углубленные в землю контейнеры финского образца, максимально механизированный сбор мусора, американская технология нулевых отходов. Это с выполненного, но планов еще много. Я готов вложить сюда в размере 20-25 миллионов долларов, для того, чтобы построить современный мусоросортировочный завод, тоже по технологиям нулевых остатков. И, кроме этого, построить здесь предприятие, которое могло бы перерабатывать органический мусор с целью получения зеленого электричества. Но вместо того, чтобы развивать свое предприятие и бороться с засилием мусора, инвестор проводит нескончаемые экскурсии для контролирующих органов, ходит по судам и отбивается от вооруженных людей. Совсем недавно была выломана часть забора. Восемь человек, два сотрудника прокуратуры, два сотрудника СБУ, два сотрудника ГАСКО и два понятых проникли на территорию нашего предприятия совершенно незаконно, хотя охрана им сообщила о том, что юристы и руководство предприятия должны скоро подъехать. А на этом видео неизвестные с автоматами и пистолетами перегородили въезд на предприятие. Мол, завод загрязняет воздух, и местные против его работы. Сам бизнесмен убежден, все это происки местной власти. Взятки Никита наотрез отказывается носить. Наше предприятие постоянно находится под давлением сельского головы и прихвостней его депутатов, сельской рады некоторых, которые ведут себя совершенно некорректно, и для них закон не писан. Глава сельсовета убеждает в обратном. На территории села инвестор работает нечестно и незаконно. Предприятие на территории Счастливского сельсовета занимается приемом мусора, как они сообщают, его сортировкой. Кроме этого, они принимают перегоревший мусор с завода «Энергия». Фактически это свалка. Этот субъект построен вопреки генплану села, без документов. Он не введен в эксплуатацию и работает незаконно. В Европейской бизнес-ассоциации отмечают, подобные конфликты далеко не единичны. Украинские госорганы и сегодня часто играют против инвесторов. Если говорить в целом о бизнес-климате и инвестиционной привлекательности, то вот по оценкам компаний-членов Европейской бизнес-ассоциации, за четвертый квартал 2015 года этот рейтинг и индекс составил 2,57. По пятибальной шкале это негативная плоскость. 80% из опрошенных компаний не отметили позитивных изменений. Тем временем на мусоросортировочном предприятии Никиты снова посетители. На этот раз экскурсия для местных жителей, чтобы знали о заводе все и не боялись сестра с ним. Местные власти говорят, что воняет. Ну, неправда. Я был на территории этого предприятия, но ничего же не воняет. Здесь видно, что весь мусор используется. Я видел эти баки, видел все красиво, все классно. Уляна Кондаршова, Николай Квас. Настоящее время. Киев. Из-за конфликта в Восточной Украине недоедает полтора миллиона человек. Из них 300 тысяч нуждаются в незамедлительной продовольственной помощи. Об этом заявил представитель Всемирной продовольственной программы ООН в Украине Джан Карло Стапони. С ноября 2014 года его организация обеспечила экстренной помощью около полмиллиона человек. В том числе 370 тысяч получают продовольственную помощь ежемесячно. Украина стала одной из ключевых тем встречи президента Обамы и генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга. Встреча состоялась в понедельник в Белом доме. Обама заявил буквально следующее. Цитата. Мы по-прежнему единодушно поддерживаем Украину перед лицом российских набегов на ее территорию. Мы продолжаем работу в области подготовки войск и оказываем поддержку Украине, помогая ей наращивать свой оборонный потенциал. Конец цитаты. По словам президента США и НАТО, также работают с Россией в попытке сократить напряженность и предотвратить возможную эскалацию. Одной из наиболее тревожных тенденций в нынешнем российском обществе представители СМИ называют то, что интернет постепенно превращается из свободного в регулируемый. С представителями российского медиапространства в Вашингтоне встретился Вадим Оленьчев. Интернет-проект «Медуза» — пример успеха журналистики, которую сами сотрудники веб-сайта характеризуют как независимую и объяснительную. Главной угрозой для любого источника информации они считают изоляцию от читательской аудитории. Люди в России смотрят российское телевидение, и у них нет альтернативы. К сожалению, у среднестатистических россиян плохо с иностранными языками. Не знаю почему. Но это не значит, что альтернативные источники не должны обращаться к ним на их родном языке. Наоборот, это надо делать, если вы хотите до них достучаться. К счастью, в век высоких технологий изоляция — это понятие относительное. 70% аудитории «Медузы» — это жители России. Местонахождение редакции совершенно неважно, поэтому «Медуза» вовсе не является медиа-агентством в изгнании. Если верить ее издателю Илье Красильщику, она даже не является агентством, поскольку не располагает миллионным бюджетом и сотнями спецкоров в различных частях мира. Нынешняя штаб-квартира в Риге была выбрана просто потому, что Латвия — это близко расположенная к России страна, в которой как законы, так и расценки позволяют иностранцам наладить производство быстро и малыми средствами. Когда проект был запущен полтора года назад, в штате издания было всего 20 человек. На сегодняшний день популярность «Медузы» такова, что у нее имеются 300 тысяч загруженных приложений, 400 тысяч пуш-подписчиков, 450 тысяч фолловеров в Твиттере и 4 миллиона посетителей в месяц. Популярны на сайте и видеоигры с политическим подтекстом. Иногда, объясняют медузовцы, надо и посмеяться. Только так можно противостоять государственной пропаганде. Получается некий синтез контента, дизайна и развития. Весь этот успех, говорят учредители сайта, достигнут благодаря нескольким принципам, включая использование только проверенных фактов и оперативное размещение материалов. При этом их должно быть не как можно больше, а наоборот, меньше, чтобы это были наиболее востребованные темы. У нас получается экспериментировать. То есть у нас получается делать вещи, о которых мы сами не знали год назад. Это самое главное. Очень плохо, когда все просчитывается на год вперед. Медиа не работает. Ты должен все время делать что-то неожиданное. И пока у нас получается, это интересно. Когда только это перестанет, получается, это перестанет быть интересно. Контролировать все СМИ в России власти страны пока не могут. Слишком огромен поток информации на веб-сайтах и в социальных сетях. Те российские агентства и компании, которые пока еще не закрыты и считаются независимыми, выживают по нескольким причинам. Если задаться строгим вопросом, есть ли свобода слова в России, да, она есть. Но она есть в достаточно узких границах. В том плане, что есть средства массовой информации, я говорю о нескольких интернет-изданиях, как то ежедневный журнал «Грани», там «Каспаров.ру», которые фактически без суда запрещены. В отличие от периода 70-х годов, обвинить в распространении заведомо ложных сведений можно было только на основании решения суда. Сейчас в этом никто не нуждается. Это один момент. С другой стороны, наличие и богатства интернета позволяет практически любое событие отследить в полной мере, что называется, онлайн. И тот факт, что потребитель этой информации достаточно равнодушен сейчас, меня лично наводит на мысль о том, что все печально. Как считают журналисты «Эхо Москвы», «Новой газеты», «Коммерсанта» и других изданий, Кремлю тоже требуется альтернативный источник информации, чисто по политическим соображениям. Для режима Путина это хороший пиар, если он может продемонстрировать наличие оппозиции. К сожалению, как аудитория, так и влияние этого оппозиционного эшелона в России становятся все более ограниченными. Вадим Оленичев, Андрей Дегтярев. Настоящее время. Вашингтон. Выборы в США. В штате Висконсин сегодня проходит праймерис. Для республиканцев Висконсин станет одним из решающих штатов, ведь партийное руководство пытается заблокировать номинацию миллиардера Дональда Трампа, который, по данным опросов, проигрывает здесь своему главному сопернику, Теду Крузу. И если последний победит, то республиканская конвенция в июле будет напряженной. Масло в огонь подлило и новое правило об обязательном использовании в штате, и нужно сказать впервые за его историю, удостоверение личности на избирательных участках. Сторонники нововведения говорят, что это поможет избежать нарушений. Противники утверждают, что постановление лишь ограничит определенные социальные слои в голосовании. Лидер гонки среди республиканских кандидатов Дональд Трамп активизировал компанию в Висконсине после предыдущей неудачной недели. Строительный магнат стремится напомнить избирателям, что он не принадлежит к политическому истеблишменту. Я реально хороший бизнесмен. Я настолько хорошо понимаю бизнес, что вы, все вы, станете такими богатыми. И так быстро, что и представить себе не можете. Тем не менее, его главный соперник Тед Круз лидирует в Висконсине. Предвыборный штаб Круза надеется, что победа в этом штате придаст новые силы тем, кто выступает против Трампа и лишит его шансов на победу в борьбе за официальную номинацию от партии. Несмотря на то, что он очень хорошо умеет кричать, нападать и оскорблять, у него нет конкретных предложений, как именно решать проблемы в стране. Губернатор Огайо Джон Кейсик сильно отстает от соперников по числу полученных делегатов, однако не теряет надежду. Мы собираем силы, как политические, так и финансовые, и надеемся, что это будет интересный съезд. Недавние заявления Трампа о том, что женщины, сделавшие аборт, должны понести наказание, обвинения в физическом насилии в отношении журналистки, выдвинутые против главы его предвыборного штаба, а также готовность самого кандидата нападать на оппонентов, все это вызывает сомнения и ставит под вопрос его поддержку съездом республиканцев, отмечают эксперты. Мы уже становились свидетелями напряженной борьбы за номинации, но никогда до сих пор эта борьба не сводилась к личным нападкам и оскорблениям. В стане демократов борьба за Висконсин станет тестом для лидера гонки Хиллари Клинтон. Опросы общественного мнения избирателей штата показали, что она отстает от Берни Сандерса. У меня на миллион голосов больше, чем у Дональда Трампа, и на два с половиной миллиона голосов больше, чем у Берни Сандерса. За Висконсин идет серьезная борьба. Я думаю, что здесь, в Нью-Йорке и многих других штатах, у нас приличные шансы на победу. Хиллари Клинтон опережает Берни Сандерса по числу делегатов, однако ее соперник одержал победу на пяти из шести демократических праймерис. Американское аэрокосмическое агентство НАСА готовит к запуску надувной жилой модуль BIM, который будет доставлен на Международную космическую станцию кораблем Dragon в рамках смиссии SpaceX. После стыковки модуль будет накачан воздухом и оснащен сенсорами для мониторинга его работы в космическом пространстве. При размещении в ракете-носителе надувные модули имеют малую массу и объем, что значительно удешевляет их запуск. Специалисты рассматривают их как один из базовых компонентов дальних космических экспедиций. Ожидается, что эксперименты на модуле будут проводиться в течение ближайших двух лет. Ну что ж, на этом наша передача подошла к концу. Спасибо, что были с нами. Я, Игорь Тихоненко и команда Настоящего Времени здесь, в Вашингтоне. Благодарим коллег в Праге и прощаемся с вами до завтра. Тимур, всего доброго. Спасибо, спасибо. Спасибо коллегам в Вашингтоне. Лала Агаева, Антон Золотых, Катерина Кочкина и я, Тимур Олевский. Прощаемся с вами. Смотрите нас завтра. Пока. Субтитры подогнал «Симон»!